Смерть от ботулизма. В Харькове муж и жена отравили с вяленой рыбой. Оба попали в больницу в очень тяжелом состоянии. Мужчину спасти не удалось. Медики ввели антитоксин, но слишком поздно. Препарат везли из Киева, где по распоряжению Минздрава он находится на хранении. Продолжит Светлана Шакера. В Харьковскую инфекционную больницу семья попала в понедельник в тяжелом состоянии. Накануне ели вяленую рыбу. У них были клинические проявления именно ботулизма. Чаще всего это начинается с того, что изменяется зрение, или туман, или сетка перед глазами, или двоение. У них обоих это было. Температуры при этом нет. В более тяжелом состоянии был мужчина. За его жизнь медики боролись двое суток, но спасти так и не смогли. Они получили терапию антитоксином специфичным, протиботулиническим, патогенетическую терапию, дыхательную поддержку. Но, на жаль, человек, который, вероятно, получил большую дозу токсина, больше съел тараньки, он, на жаль, вчера пошел в жизнь. Женщина четвертый день в реанимации. Ей лучше, но прогнозов врачи не дают. И женщине, и мужчине ввели антитоксин. Но сделали это только через 8 часов, потому что на всю страну этого препарата закупили только 12 доз. И все хранятся в Киеве. А почему в Харкове не было этого антитоксина? Это вопрос не для Харкова. Его нет в Харкове. Он есть только в Киеве. Почему так? На жаль, это вопрос для руководства медицинной вообще. Вяленую рыбу семья купила вот в этом магазине в селе Ковяги. Хозяин, говорит, леща приобрел в Харкове на оптовой базе. Товар там берет вот уже 5 лет, и проблем никогда не было. Репутация магазина хорошая. Ну, это так получилось. Рыба взята в Харкове. Чек сохранен, все сохранено. Так, по-человечески, уже 3 дня не сплю. Тяжело очень. Пришли в магазин с проверкой и сотрудники Госпродпотребслужбы. Оказалось, нарушение с поставкой товара есть. Документы были, декларация выработника, но на сегодняшний день, соответственно законодательства, продукция должна подходить за товарно-транспортную, накладную. Ее не было. В полиции начали уголовное производство. Владелец магазина за неоформленные документы заплатит штраф. А в Госпродпотребслужбе продолжают искать базу и производителя, которые поставляли некачественную рыбу. Светлана Шекера, подробности, телеканал Интерхарьков.